Доброе время суток. И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов www.shir.ru, www.blog.ru и www.makevar.ru. Мне часто задают вопрос, присылают его на форумах, на мой блог, в письмах пишут, когда по телефону звонят при заказе макевар. Взаимозаменяемые были между собой макевары Камертон Шилова и макевары Бадюка Шилова. Он похож, но поменьше. Макевара такая. Вообще, закономерный вопрос. Они конструктивно схожи. Только эта большая, а та маленькая. Эта крепится в зале стационарно, та крепится преимущественно на улице, на столб, на дерево. Быстро очень можно ее закрепить, быстро снять. Это все понятно. В чем разница между ними в плане использования в условиях разных? Она тут очевидна, да? То есть для залов, в принципе, больше подходит макевара Камертон. Она стационарная, она высокая. То есть ее не перед закрепляем. Можно работать по ней от самого низа до верха. То есть, в общем-то, в принципе, от уровня коленки до уровня головы практически. Вот. А макевара Бадюка Шилова, она маленькая. Она была придумана для того, чтобы крепить ее на улице. Чтобы можно было в сумку положить ее. И спокойно скрепить ее на дереве, на столбе, в каком-то парке, возле дома, в лесу, там где-то. А в командировку взять ее с собой. Вот. И там нужно на ней работать. Из-за того, что ее можно перескреплять как выше, так и ниже. Соответственно, по ней можно тоже работать. От уровня лодыжки, условно говоря, и до уровня головы, и даже выше, чем уровень головы. Вот такие вот образы. А в плане вот нагрузки и функционала. То есть идентичны они или нет? Отвечу сразу. Сразу. Нет. В принципе, все методики работы на них идентичны полностью. То есть и набивка удара, и постановка удара выполняется на обеих макеварах одинаково. То есть все принципы, все методики идентичны. Принципы регулировки нагрузки на макеварах тоже идентичны. То есть тот же механизм, тот же способ регулирования, способ увеличения нагрузки на них одинаковы совершенно. Но макевара камертон в силу габаритов своих имеет большие преимущества в каком ключе? Она имеет гораздо больший ресурс. Ну что ни говорим, вещи все равно так изнашиваются, да? Там какие-то годами, а какие-то десятилетиями. Так вот макевара камертон, она практически вечная макевара. Я говорю практически потому, что еще века не прошло. Но есть у меня макевары, которые уже лет, наверное, по десять. Одна вообще на улице стоит уже, наверное, восьмой год. А до этого она еще стояла со спортивным залем. И по ней пинали все, кто только мог. Школьники в обуви пинали. У нас в школьный спортивный зал. А сейчас она во дворе моего дома стоит на улице давным-давно. В любое время года я ее не снимаю. Она сационарно закреплена. Под дождем, под снегом, в любую погоду, зимой, летом все она стоит. Ничего с ней не делается. Она немножко почернела. Но она полностью сохранилась. То есть антивандальность у нее просто фантастическая. У Сергея Бадюка такая макевара стоит во дворе его дома. По его словам, по собственному, он мне писал тут и на форме своем писал. Кто с ней только что и не делал. Она стоит целая, ничего не меняли на ней. Только резинку подкрыли, которая черная резинка на макеваре. Потому что ее кто-то содрал. Все. С макеварой ничего не стало. Кто что не делал, так и пинали ее, и ломали ее, и что только не делали. Все. Она стоит все нормально. То есть в этом плане она очень хорошо подходит для спортивных залов. И огромное количество народа работает на макеваре. И разной упорной подготовки. И когда в этом зале еще занимается кто-то, кто не прочь, когда никого нет, что-то попытаться макеваре причинить. Твред. Вот там ее хорошо поставить. И она будет вечно служить и вечно работать. Макевары уже будем каши, но это снаряд индивидуальный, персональный. Ресурс у нее немножко, конечно, ниже. В силу того, что габариты меньше и нагрузки она испытывает. В принципе, такие же, как и большая макевара. Но это как и моторы. Чем больше машины, тем больше мотор, тем больше у нее моторесурс. У маленького двигателя моторесурс намного ниже. Если там всего лишь литр двигателя, у него моторесурс один. А если это шестилитровый двигатель, у него моторесурс совсем другой. Все понятно. Мы не будем говорить там турбированный, не турбированный. Просто там обычный атмосферный, да. Вот. И здесь то же самое. То есть абсолютно. Здесь напрямую габариты, они диктуют некую долговечность. Хотя макевара Бадюкашона маленькая, которая тоже при правильной эксплуатации, она очень долговечна. У нее единственная часть, которая, наверное, заменяется через некоторое время. А некоторое время это годы, да. То есть несколько лет. Это баек. Потому что в силу того, что он небольшой, он сделан по более сложной технологии даже, чем этот баек. Вот. Специальная фанера. Вот. И так как там есть и клей, и пятое, и десятое. То есть с годами эксплуатации на улице, особенно если макевара не снимается. Что не рекомендуется. Ее надо снимать, убирать, да. То, конечно, его будет самим созаменителем. Остальные части могут не меняться, а не вечно. Баек поставили через 3-4 года. И все нормально. Вот. Что касается по нагрузкам. Соответственно, из-за того, что макевара скамертон более массивно, позволяет делать более жесткий баек и более высокий диапазон тех нагрузок, которые на макеваре можно менять. То есть у нее очень высокий диапазон регулировок. От 100 кг и до 800 кг. В принципе. А вот на макеваре блюка шила, там уровень регулировок намного ниже. Раньше мы ставили уровень такой. Значит. От 100 кг до 250 кг. В среднем секторе до 400 кг. Но в силу того, что очень трудно технологически создавать вот такой коротенький баек, который в изгибе, там 10 см почти дает изгиб. Вот. И чтоб они не ломались. Чтоб круглосико соблюдалось. Вот на таком коротком ходу. Вернее, на длинном ходу такого короткого байка. Все-таки пришлось снизить те нагрузки, которые на макеваре ставятся. И сейчас у нее диапазон нагрузок от 80 кг и до 250 кг, до 300 кг в среднем секторе. А в верхнем секторе от 80 кг и где-то так до 150 кг. Я бы пояснил. И та, и другая макевара абсолютно полностью годятся для обоих типов работ. И с набивки здесь вообще проблем никаких нет. То есть абсолютно никаких. То есть что на макеваре коментон, что на макеваре с МВШ, идеально набивку можно отрабатывать. Просто исключительно. Дело в том, что там не требуется удар для пробивания на всю глубину. То есть здесь на 20 см, там на 10 см. Этого не нужно. Вот. Так как заточка кима располагается чуть-чуть сзади байка или в самой толщине. Вот. А пружинистость она позволяет делать это без травматизма. То есть здесь макевара подходит идеально совершенно. Для накрепления лучезапясного сустава подходит идеально и та, и та. Для подводящих упражнений типа прожеваний, например, толчков. Для накрепления лучезапясного сустава в толчках кулаком и та макевара подходит идеально. Единственное только, что вот у этой макевары гораздо больше сзадиапазон, когда вы начинаете ставить удар пробивной. Во-первых, его можно ставить намного глубже. То есть до 20 см. Вот. Ну до 15, скажем так. Вот. На тех моделях, которые сейчас выпускаются. Это, в общем-то, это более чем достаточно. Вот. И очень большой вариант с диапазоном изменения и сопротивления, то есть усилия. Очень удобно работать. Просто классно. Для постановки же на макеваре, ну как МБШ, это диапазон намного ниже. Но для начала, ну, скажем так, уровня, это замечательные нагрузки она дает. То есть не все новички пробивают макевару до конца, особенно голой рукой. В перчатке, да, конечно, любой сильный человек может приложиться там пару раз ударить сильно. Но если делать это неправильно, разумеется, у него современные травмы будут, но он макевару до конца добьет. Да, безусловно. Но для регулярной металлической работы под постановки приема она годится более чем. Дело в том, что для, значит, укрепления ударных поверхностей есть методика тренировки на стене, когда человек может ударить по стене. Это для подготовленных людей. Если они менее подготовлены, то на стену пишется какая-то угодочная прокладка, накладка, пятое-десятое. Для того, для чего, чтобы немножко амортизация шла, либо надевать звонкая перчатка, чтобы амортизация шла, чтобы было помягче. А вот макевара, она позволяет уйти от этого. То есть она сама по себе уже пружинит, проблем никаких с этим нет. То есть макевару можно бить. И если в стену голову можно бить до 30% силы, уже на мастерском уровне подготовки, почему больше нельзя бить? Потому что пружинистости нет и уже сустав разрушаться начнет. То упругую макевару, хотя она пробивается до конца сильным ударом, можно бить на полную силу. То есть выдавая все 100%. Потому что вот эта амортизация, она не даст вашим суставам разрушиться. И тогда вы можете выдавать, как при ударе в стену, хотя боея будет упираться в отбойник, сильно в него бить, очень сильно. То есть там предположено сопротивление 150 кг, а ваш удар там типа 400. Но вы можете закладывать туда все, что есть у вас. Вот. И вы не травмируетесь. То есть вы будете кому-то в стену работать, но не 30% силы сможете выкладывать туда, а все 100. Особенно если настройте на более высокие нагрузки. А к тому же из-за этой амортизации у вас еще будет хорошо правильно запястье тренироваться. Вот таким вот образом. Поэтому на самом деле макевара БШ имеет те преимущества, что она портативно-мобильная. Ее можно с собой везде возить. Она идеально годится для новичков. А также она очень хорошо подходит для всех. Особенно для профессионалов, которые себя не видят без того, чтобы не заниматься постоянно на макеваре, набивкой и все такое прочее. Ее можно с собой везде возить, везде закрепить. Макевара Камертон идеально подходит для спортивных залов, для стационарного крепления, для мест, где много народа. То есть общего пользования типа спортивных каких-то площадок. Она антивандальная. Она имеет огромный спектр диапазон регулировок. То есть она подходит. Это выбор профессионалов, которые могут регулярно приходить в какой-то спортивный зал и там заниматься. Поэтому у каждого макевара по-своему хороша. На самом деле абсолютно не... Нет, это я, наверное, совру скажу, что это большинство. Многие очень, кто приобрел какую-то из этих макевар, либо Камертон, либо МБШ, они в итоге приобретают и старую макевару. То есть им нужна и та, и та. То есть, как бы, поняв, что маленькая, им очень хорошо подходит и тренер, как бы, на ней. Им хочется дальнейшего прогресса роста. Хочется... Понимаете, человек, который купил какой-то простник и пианино, и научился на нем играть, ему в итоге хочется сесть за рояль, да, со временем. Он покупает, в данном случае, вот этот рояль, вот эту макевару. Человек же, который играет на рояле постоянно, но не может с собой везде возить его. Он для того, чтобы иметь постоянно какую-то, ну, тренировку там, да, в командировках там и где-то еще, и хочется... Он может, там, возить какой-нибудь с собой, там, маленький синтезатор, говоря, на котором можно также разминать, что называется, пальцы, играть там, что-нибудь. То есть, это взаимозаменяемые вещи во многих, как бы, смыслах. Скажу, правда, очень важный момент. Сейчас, и это очень важно, что я хочу сообщить, сейчас появился новый, то есть, апгрейд для макевары МБШ, который, в принципе, ее делает хорошим, ополновесным, самодостаточным, то есть, агрегатом, которым можно стационарно в задникнуть. То есть, это платформа для крепления макевары МБШ. По задней поверхности макевары МБШ моделей новых, это вот МБШ 2.0 и МБШ 2.0-М, которая сейчас основная стала. Есть такие, как бы, не салазки, ну да, салазки. Для того, чтобы когда на дерево крепишь макевару, чтобы она, ну, круглое дерево, чтобы она не крутилась вот в дерево, то есть, упиралась этими салазками и состояла жестко. На платформе, значит, которая крепится на стену, длинная такая, как бы, доска, есть специальные для этих салазок сварильсики. И к этой платформе макевару, точно теми же ремнями, которыми она крепится на дерево, можно быстро закрепить эту макевару, очень быстро. Там специальные прорези есть, она крепится просто молниеносно. И по платформе, по этой, значит, можно эту макевару перемещать и снизу до верха. Это решает вопрос для тех, кто, в принципе, макевару, то есть, МВШ пытается использовать и дома. Много придумывали ребята в основном того, чтобы как-то закрепить ее на стене. Что здесь, как бы, сделать, все болты там и все такое прочее, анкера, какие-то свои подставки там делали, много чего пытались, ребята, сделать. Очень многие. Вот. Выкладывали это на форумах. В итоге разработана была технология такая, не без участия к самих же форумчан. Один из форумчан предложил их прототип этой конструкции, которая была потом доработана. Вот. За что, кстати, я его благодарил. То есть, все ваши инновации, которые я принимаю на вооружение, и наша компания принимает на вооружение, они не остаются без внимания к вам непосредственно. Поэтому, если у вас есть идеи какие-то, пожалуйста, не давайте. Если они будут использованы, вы от нас получите и бонусы, и призы, и вознаграждения. Однозначно совершенно. Вот. Значит, ну дальше, в платформе. Значит, можно перемещать сверху донизу, и в итоге макивара становится уже таким стационарным агрегатом, который можно и в зале применять. И тут же ее можно с этой платформы снять, то есть развязав эти ремни, открепив эти ремни, и взять с собой на улицу, заниматься на улице. То есть, получается, что вы ее можете использовать и дома, и на улице. Причем эта платформа, она имеет вполне себе эстетический вид. То есть, она, ваш интерьер, если она находится в квартире или в спортивном зале, не будет портить вообще. А ремни, которыми крепятся макивара, к платформе, они идентичны полностью тем ремням, которыми вы будете макивару на улице скрепить. Больше того. Эту платформу можно со стены икзом снять, если у вас такое желание есть, или вообще ее на стену не крепить, а точно так же ремнями, а точно такими же сам закрепить ее на улице, на дереве или на столбе, если у вас это там около дома находится. И оставить ее, в принципе, так на улице. И крепить просто макивару уже к этой платформе, она плоская, поэтому очень хорошо макивар крепится на нее, тем более эти салазки, они входят в эти рельсики. Вот. И уже перемещать макивару, значит, по этим рельсам на улице. То есть в итоге вам не нужно думать о том, как это на дереве там лучше скрепить, подобрать лучшее место на дереве, чтобы она была более плохо привязана. Вы просто по салазкам будете двигать, закрепив эту платформу. Вы можете прикрутить намертво, а можете просто ремнями закрепить, потом, в принципе, снять ее, если вам надо ее забрать. Никаких проблем нет. Эта платформа, в принципе, разборная. Она состоит из трех частей. Ее можно собрать как намертво, так и оставить эти три части не соединенными между собой, а соединить их просто на стене. Вот. И тогда ее, когда вы, если снимите ее, она на три части раскладывается и занимает вот такую коробочку всего лишь. Очень мало места. Вот. Так что проблем вообще никаких с этим нет. Мы ее, наверное, будем дорабатывать еще. Может быть сделаем ее раскладывающейся книжкой, так, чтобы она была уже соединена, но состояла из этих трех частей. Может быть. Я как бы не знаю, пока это в перспективе только. Но вот такой есть обрейт. Поэтому, в принципе, можно приобретать макивару МТМБШ теперь, для того, чтобы укрепить ее как в зале, так и на улице. По этой теме я запишу отдельный подкаст, выложу его. Возможно, в этом подкасте, в ссылке внизу я дам, как перейти и посмотреть. Но этот подкаст пока его еще нет. Я его не записал. Но к тому времени, когда вы посмотрите это видео, он уже, возможно, будет записан. Ссылка будет стоять. Если ссылки еще нет, значит он скоро появится. Вот. Но я хочу сказать сразу, и я должен отметить, что все равно, даже с этим апгрейдом, МВШ никогда не заменит камертон, равно как камертон не сможет заменить МВШ. У них есть свои особые преимущества, о которых я рассказал вам ранее. Если сам снаряд вам нужен исключительно не любительский, а исключительно профессиональный экстра класса снаряда, и у вас есть куда поставить его, то, конечно, вам нужна макивара камертон. Вот. Макивара МВШ – это для новичков и для поддержания формы профессионалов. Конечно, такие элементы, как санабив под накрепление, можно развивать и профессионал санта старости на ней. Постановка, значит, удара на высоких уровнях, начиная от 400 кг и до 800 кг, уже уровень экстра класса, тогда такие, то, что назвал последние цифры. Это делается уже на макиваре камертон. Макивара МВШ больше предназначена для набивки и, значит, укрепления ваших ударных поверхностей, всего вашего тела, для понимания прихода цели на мишень, все это и на этой делается, она на той, в... но та в большей степени, когда заточена, то есть на ней меньше, что можно работать, и вот эти движения работают идеально. И постановка удара на глубину до 10 см силой до 300 кг. Это вот та макивара МВШ. Зато она всегда может быть слами. На самом деле, абсолютному большинству адептов боевых искусств, этих нагрузок, которые дает МВШ, в принципе, хватает. В принципе, хватает. Особенность – работать голыми руками. А на макиваре, в принципе, надо работать голыми руками по максимуму. Только при очень длительной, если на работе, или при экстра высоких каких-то нагрузках, вы работаете в шутгарных. Или на начальном уровне подготовки на сам, когда щелки не готовы, вы хотите стать позвоночной ветериной. Так что смотрите. Я рекомендую сейчас, если вы будете приобретать МВШ, то покупайте ее вместе с этой платформой. Тарашин. И сам зону применения ее, сам серьезно очень. Вот. Так что, делайте свой выбор. А на вопрос о том, что, чего и как, я вам ответил. Это Асфорояль, значит, МВШ макивара – это портаким Е5. И на том, и на другом можно хорошо тренироваться, так сказать, играть. Там разучивать пьесы. Не на том, и на другом. Но одно профессиональное, а другое любительское. Пожалуйста, и от своего выбора. Это не значит, что любительское плохое. Любительское бывает очень хорошее. Как эта макивара, вот МВШ. Но вы сами понимаете, любительское и профессиональное. На каком уровне вы находитесь сейчас, то вам и рекомендуется. Кстати, по скрипту. Тем не менее, некоторые профессионалы используют в подготовке и ту, и другую макивару. Сергей Бадюк, например, он использует и ту, и другую. Вот МВШ макивара, у него находятся вообще везде. Он в своем время приобрел, у меня их уже, наверное, на десяток. На второй десяток пошел, чтобы он у меня их разобрал. То есть, они у него находятся везде. И в Украине, и в России, в нескольких местах. Вот. Так же камертон. Если где ему стационарный можно поставить, то он ставит такую. Где с собой возить надо, или ее перемещать. Он берет маленькую. Александр Поветкин. У него есть и такая макивара. Но он постоянно тренируется и на макиваре, и на МВШ тоже. То есть, видите, профессионалы на любительском снаряде тоже работают. Потому что он неплох. Это любительский снаряд для профессионалов. И любительским его можно в кавычках только назвать. Ну, в общем, короче, я все сказал. Делайте свой выбор. Вопрос цены, вопрос возможностей. Украина. Украина. Продолжение следует...